Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снимаю для вас макияж, макияж, который очень вам понравился в видео о моих волосах, о том, как я подстриглась. Если вы его не смотрели, я обязательно оставлю ссылку на него внизу. Я получила очень много запросов повторить этот макияж. Несмотря на то, что это макияж, который очень похож на все остальные мои макияжи, я сегодня вместе с вами накрашусь заново, точно так же, как я красилась в том видео. Так что, если вам интересно, то давайте начинать. По-моему, я использовала вот эту палетку Subculture и также пару теней из второй палетки Anastasia Modern Renaissance. Но начнем мы пока что с кожи лица. Кожу лица я всегда сначала увлажняю, наношу увлажняющий крем или базу под макияж. Это не собирайся со мной, потому что последние все мои макияжи были в формате собирайся со мной, где я очень-очень много разговаривала, болтала и параллельно красилась. В этом же видео я постараюсь все делать коротко и по существу. Я наношу увлажняющий крем от Bobby Brown. И брызгаю MAC Fix Plus. Этот у меня с блестками и на самом деле его же осталось очень мало, а блесток все еще очень много, поэтому блестки в огромном количестве наносятся на мое лицо. Поэтому я немножко еще это все размазываю, чтобы нанести их равномерно, но это просто увлажняет макияж, закрепляет все-все-все вместе. В виде тональной основы я буду использовать Skin Feels Good от Lancôme. Я наношу совсем-совсем чуть-чуть, потому что это не совсем даже тональная основа, здесь написано, что это крем увлажняющий с оттенком. Хотя, в принципе, если нанести его толстым слоем, то он очень даже плотный. Он немножко темнее моей кожи лица, потому что нам сели сейчас загар, и я хочу, чтобы лицо совпадало с цветом моей шеи. Растушевываю я своей любимой кисточкой от Sephora, это в номере 90, я так понимаю. Я все так же не изменяю своей помадке от Anastasia Beverly Hills, но при этом я стала красить брови намного-намного легче. Сейчас покажу вам, как я это делаю. Я беру кисточку и, можно сказать, небрежно, не создавая никакую четкую форму, просто прорисовываю по росту волос. Закрываю все какие-то лысины. Ну вот, как вы видите, выглядит это даже немного небрежно. Но если вы сравните две мои брови, вы все равно увидите, что это выглядит ярче и чуть больше подходит к цвету моих волос. Далее я беру консилер, консилер от Colorance, и буду подводить брови совсем-совсем чуть-чуть. Я не буду придавать им супер четкую форму, как я делала это раньше, но немножко подкрашу, высветлю их по сторонам и закрашу то, где я попала мимо, потому что все-таки красила я быстро и небрежно. Теперь немного расчесываю брови расчесочкой. Пока что я их больше не трогаю, но как только закончу с глазами, нанесу гель для бровей, который их зафиксирует и еще немного придаст им такой натуральный вид. Макияж глаз я всегда начинаю с базы. Это может быть консилер, если он довольно плотный, или вот такой вот Paint Pot от MAC, стоил он, кстати, в районе не больше 20 евро. Я его купила два года назад, и у меня до сих пор еще очень много продукта. На самом деле это не база, а это как бы цветные жидкие тени, можно сказать. Их очень успешно можно использовать как базу. Дальше я беру вот эти светлые тени из палетки Anastasia и какую-нибудь самую обыкновенную кисть. Если честно, я не слишком придаю этому значение. Когда наношу вот этот переходный цвет, кстати говоря, многие до сих пор возмущаются, почему я говорю Anastasia. Раньше я говорила Anastasia, потом я говорила Anastasia. Но все встало на свои места, когда я просто посмотрела интервью создательницы бренда, в котором она говорит про свой бренд. Это ее имя, и она произносит его как Anastasia. Поэтому не надо мне писать, что я говорю неправильно. Я говорю так, как говорит создатель бренда. И просто посмотрите интервью с ней, если вы мне вдруг не верите. Но такое вот она выбрала название, которое всех вводит в смущение. Потому что, конечно же, имя Anastasia по-английски чаще всего произносится как Anastasia, и я это прекрасно знаю. Я такими очень легкими круговыми движениями наношу этот переходный цвет. Таким образом тоже закрепляю базу. Далее я беру две кисточки размером поменьше, и самой маленькой буду наносить вот эти темно-коричневые тени. И идея этого макияжа заключается в том, что мы затемняем внутренний и внешний уголок глаза, а на серединке оставляем пустое место, или же можно положить какие-то цветные тени. По-моему, там у меня как раз-таки никаких теней и не было. Потому что я люблю класть какой-нибудь оранжевый посередине, или золотой. И я просто похлопывающими движениями наношу тени, и потом затемняю внутренний уголок глаза. И соединяю эти две линии сверху, где заканчивается подвижная века, вот прямо в этой падине. Повторим то же самое с этим глазом. И теперь кисточкой, на которой может даже не быть продукта, я начинаю это растушевывать, создавать зынчатый переход плавный. Теперь можно взять кисть побольше, чтобы все это плавно растушевать с переходным цветом. Можно еще немного затемнить. И так как я люблю макияжи теплые цвета, я беру палетку Subculture, и вот эти вот тени в цвете Fudge. Они такого теплого коричневого цвета. Я совсем-совсем легонько наношу эти тени между переходным цветом и между затемненными уголками. Теперь снова это все растушевываем. Можно взять снова немножко переходного цвета, с которого мы начинали на кисть. В том макияже я, по-моему, взяла совсем чуть-чуть светлых теней и нанесла на серединку глаза. Но вы можете использовать любой цвет. Можете положить на серединку зеленый, красный, оранжевый, золотой. Я сегодня кладу совсем чуть-чуть прямо пальцем бежевый. Далее в том макияже присутствовали стрелки. На самом деле с этим типом макияжа я не очень люблю рисовать стрелки, но когда цвета более-менее нейтральные, стрелки все равно уместны. И стрелки у меня были очень-очень тонкие. Я использую графический лайнер от Clorance. Несмотря на то, что мне пришлось повозиться с ним, чтобы научиться рисовать тонкие стрелки, так как он все же довольно-таки толстый. Если вы ищете хороший лайнер, я очень советую вам два лайнера, довольно бюджетных. Один от Essence. Он стоит просто пару евро и ничем не уступает этому. И также еще классный лайнер от Art Deco. Если вам тяжело рисовать стрелки и рука трясется, я советую вам положить локоть на стол или на что-то, что будет поддерживать вашу руку. И также я вот, например, люблю рисовать такими отрывистыми линиями, когда хочу достичь очень тонкой стрелки. Так, ну что же, стрелки готовы. Я также рекомендую прорисовать верхнее веко черным карандашом, хотя бы чуть-чуть, чтобы не было линии непонятной вот этой вот. И нижнее веко я буду рисовать после того, как нанесу консилер, поэтому в дело вступает снова консилер от Clorans. Я почему-то последнее время наношу его прямо пальцем. Так удобно я чувствую себя под контролем ситуации. Сразу же наносим на подбородок и под нос для того, чтобы цвет совпадал на щеках. Перед тем, как я припудриваю лицо, я наношу бронзер. Этот бронзер вы уже знаете, я его везде показываю. Остатки наношу на лоб, на виски. Также румяна. Сегодня использую кремовые румяна от Бобби Браун. Они такого приятного розового оттенка. И после того, как мы закончили использовать кремовые продукты, я наношу пудру. Это пудра от MAC в цвете NC20. Кисточка у меня от Catrice. Я припудриваю все лицо сначала. И потом небольшой кистью припудриваю место под глазами. Теперь той же небольшой кистью, что мы рисовали уголки глаз, я чуть-чуть, совсем капельку, подвожу нижнее веко, только одну треть. Теперь можно, наконец-таки, перевести в порядок брови. Использую гель от Ила Маска. У меня уже очень давно, там почти ничего не осталось. Вернусь в Париж и куплю себе, наверное, гель от Анастасия. Теперь хайлайтер. По-моему, в том видео я использовала хайлайтер от Kylie. Он довольно яркий, но я наношу совсем чуть-чуть. Можно также нанести чуть под бровь. Тушь, которую я просто обожаю всем сердцем, но она у меня заканчивается. Тушь от Clinique. В последнее время я перестала красить нижние ресницы. Крашу только верхние и зачесываю их в сторону. И последний штрих. Это, конечно же, губы. В том видео я использовала в последнее время свою любимую комбинацию. Это карандаш от NYX в цвете Natural. И помада от Kylie в цвете Naked. И тот и тот продукт у меня уже заканчивается. Но мне все равно очень нравится, как они работают вместе. В помаде это у меня уже год, поэтому она быстро засыхает и ложится небольшими комочками. Но я наношу ее вот так вот. И потом пальцем размазываю. Быстро губы обо что-нибудь промокнуть. И карандаш наверх. Все в обратном порядке. Карандаш довольно розовый. Помада более бледная. И потушевать границы. И они отлично между собой сочетаются. Ну что же, вот мой макияж и готов. Очень легкий. Как вы можете увидеть, я часто использовала свои пальцы. Хочу сказать, не пугайтесь использовать свои руки в этом деле. Потому что ими вы лучше всего будете чувствовать кожу своего лица. И точнее всего нанесете продукт. Несмотря на то, что их потом надо, конечно же, помыть. Но я надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вам понравился результат макияжа. Мне кажется, у меня вполне удалось воссоздать макияж из видео про мои волосы. И спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось видео, прошу не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно. Я пойму, что вы оценили мою работу. Пишите в комментариях, что вы хотите еще увидеть на моем канале. Подписывайтесь. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.